Акция – это ценная бумага, которая дает право ее владельцу. Получать дивиденды от деятельности компании, управлять компанией путем участия в голосовании акционеров. На долю имущества компании в случае ее ликвидации они претендуют и так далее. Так, начинаем про акции. Про акции. Давайте вот прям вот большими буквами. Акции – это инструмент, еще раз повторюсь, владения долей в компании. Что здесь важно? Здесь важно понимать принцип того, как это происходит. Давайте в самом начале вам расскажу, кто такие акционеры. Представьте, что вы открыли бизнес. Вы открыли бизнес, бизнес стал очень популярным, и вам нужны деньги для того, чтобы расширяться. Например, у вас был, вы там, не знаю, лепили пельмени на дому, а теперь у вас так много заказчиков этих пельменей, и к вам пришли крупные компании, чтобы заказывать у вас пельмени, и вам нужно расширяться, вам нужен цех. Но оборотных средств, то есть денег, по сути, для того, чтобы создать цех, у вас нет. И у вас есть два варианта. Два варианта. Смотрите, давайте так, расширение бизнеса. Расширение бизнеса. Первый вариант – это пригласить кого-то в долю, то есть взять с собой. Второй вариант – это взять деньги в долг. Когда вы берете кого-то в долю, вы говорите, давай скинемся с тобой, там, допустим, по миллиону рублей. Миллион рублей один, миллион рублей второй скинулся. Поздравляю, вы организовали акционерное общество. Два акционера, которые владеют по 50%. По 50%. Долей в компании. Тогда, когда вы построили цех, вот первое, что вы сделали – цех. Вы вложили деньги. Деньги вложили. Второе – вы развивались, развитие. И в итоге получилось так, что если вы сейчас будете продавать свою компанию, то эта компания со всеми их наработками, заказчиками, цехами и так далее, в то вложили 2 миллиона. А сейчас она приносит вам, допустим, ну, приносит она вам выручки по, допустим, по 50 миллионов в год. Обычно компании продают, ну, в России, это где-то примерно 3-5 годовых выручек. То есть если вы покупаете бизнес какой-то, то вы вложив в него, вот, если это 50 миллионов, то примерно 150 миллионов – это самая минимальная цена, по которой… 150, раз, два, три, раз, два, еще два нуля. По которой вы купите вот эту вот пельменную, цех, где варят пельмени. Вложите, и примерно 3 года вам эти деньги будут возвращаться, которые вы вложили, чтобы купить. То есть смотрите, вложили 2 миллиона рублей, но если дальше эти 2 миллиона, эти 2 миллиона рублей сверху еще силы, развитие, там, маркетинг и так далее, так далее, так далее, прям развили, прокачали свой бизнес как следует. И он начал приносить очень классные деньги. И после этого вы понимаете, что теперь такой классный бизнес я могу продать за 150 миллионов рублей. Это рыночная цена компании. Рыночная цена компании. Но вас было двое, помните, каждый по миллиону вложил. Вас было двое. Когда вы будете продавать эту компанию, вы точно так же пополам поделите по 75 миллионов, да, получается? По 75 миллионов. То есть вложили миллион, увеличили свою капитализацию на 75. Слушайте, очень какой-то я шикарный пример вам расписала. Так вот, получается, что вы вот два акционера. А бывает такое, когда акционеры, вот смотрите, вот, компания, два акционера, принадлежит по одной второй доле каждому акционеру. Иногда акционеры, часть своей компании выводят как раз-таки на IPO. То есть они берут, там, допустим, где-то 10-20% от своего бизнеса и выводят их, вот эти вот акции на публичные торги. Публичные торги. На вторичный рынок санных бумаг. Помните, я вам рисовала, что сначала компания выходит на IPO. Вот как раз-таки выделение доли части акций выводится на IPO эти акции. И дальше уже люди могут частью этого бизнеса продавать, покупать эти акции между собой на вторичном рынке ценных бумаг, имея доступ на биржу. Биржа это все организовывает, брокер вам позволяет это все осуществить. Без брокера никак. Вот что собой представляют, по сути, акции. Вот, это небольшая доля, которая попала на фондовый рынок, на биржу. Зачем компании это делают? Затем, чтобы, во-первых, получить официальное подтверждение стоимости своей компании. Это раз. Два. Для того, чтобы окэшить свой бизнес. Так называют. То есть получить небольшие деньги, так сказать. Или обычно это большие деньги. Большие деньги за то, что ты создал такой бизнес. То есть ты продолжаешь являться акционером, меньшей долей. Но ты получил реальные деньги. И ты можешь с этими деньгами, по сути, делать почти что хочешь. Обычно это делается для того, чтобы получить деньги на расширение бизнеса. То есть у нас есть вещь, активы, которые мы владеем. Это наш бизнес. Мы можем часть их продать, получить реальные деньги. На эти деньги купить, допустим, новых специалистов. Открыть новый цех и так далее. То есть для расширения бизнеса. Разные есть цели выхода на IPO-компании и разные цели появления акций в публичном пространстве. То есть в публичных торгах. Когда мы с вами покупаем эти акции. То есть вот они акции, ребят. Вот как появляются акции на фондовом рынке. Вот почему это доля крупной компании, говорят. Теперь давайте поговорим по поводу того, из чего складывается доход в акциях. Первое – это рост цены. Рост цены акций. Второе – это рост, это дивиденды. Когда растет цена на акции? Тогда, когда темпы, темпы роста выручки, прибыли. Ребят, прибыли и выручка – это не одно и то же. Разницу, пожалуйста, где-то найдите. Сейчас не буду об этом говорить. Но давайте скажу. Выручка – это все деньги, которые приходят, прибыль – это за вычетом расходов, которые приходят в качестве выручки, потом расходы, а потом остается прибыль. И если выручка постоянно у компании растет, прибыль при этом растет, потому что может расти выручка, а прибыль может не расти. Потому что, возможно, выручка растет за счет того, что они много денег в рекламу вкладывают. И получается, что из прибыли они эти деньги забирают. Растет выручка, растет прибыль, и обычно из-за этого происходит рост цены. Это так называемые фундаментальные показатели. Фундаментальные показатели. Есть такие акции, мем-акции, или способ инвестирования, хайповые всякие инвестиции. Это когда рост цены акций происходит из-за того, что все туда бегут, повышается спрос на различных новостях, на каком-то хайпе. Именно поэтому я говорю, что это такие хайповые инвестиции. Если что-то происходит такое, фундаментально выручка, прибыль не растут, а рост цены акций все равно происходит. Это обычно происходит в таких вот мем-акциях, хайповых инвестициях. Нам нужно с вами именно на фундаментальные показатели обращать внимание. То есть под ростом должен быть какой-то фундамент. Как раз таки вот дивиденды. Дивиденды это, смотрите в чем дело. Представьте, что вы организовали бизнес. И в какой момент вы получаете из бизнеса доход. Вы можете себе назначить зарплату как гендиру, например. А можете, вот представьте просто, что вы открыли какой-то бизнес. Небольшой, допустим, кабинет там, не знаю, маникюрный. Или небольшой, там, не знаю, кофейню, автомойку, еще что-то. Она работает, работает, работает. И вы можете себе назначить зарплату. А можно распределить дивиденды. Есть бизнесы, в которых полный бардак, финансового учета нет. И там собственники постоянно выдергивают оттуда деньги. Так делать нельзя. В крупных компаниях так не делается. Для того, чтобы вытащить часть прибыли из компании, нужно собрать собрание акционеров. И акционеры решают, вынут они прибыль из компании или, допустим, отправят, реинвестируют эту прибыль обратно, для того, чтобы компания развивалась, вложат ее в развитие. И дивиденды, это когда акционеры решают, что отлично, мы заработали, часть денег хотим забрать себе, с того, что мы заработали. Это те самые дивиденды. И крупные акционеры это решают, а мы с вами, в свою очередь, владея тоже этими акциями, долей, получаем пропорционально. Дивиденды, они распределяются на одну акцию. Вот, например, я буду часто, я говорила, рассказывать вам про Сбербанк. Дивиденды Сбербанка, там, по-моему, сейчас 18 рублей на одну акцию. Это, если вы владеете одной акцией, а минимум, которым вы можете владеть 10 акций, вы получаете 18 рублей на одно владение акциями. Но фишка дивидендов, знаете, в чем? Вот это вот я обожаю. Здесь мне не хватает доски, я вам нарисую вот на этом небольшом клочке доски. И я просто хочу, чтобы вы поняли, насколько кайфово принимать решение о покупке акций дивидендных на будущее именно. Это очень классная вещь. И это то, как можно обгонять инфляцию. Это способ обгонять инфляцию. Господа, это очень важно. Смотрите, если вы покупали акции Сбербанка, допустим, в 2010 году, в 2008-2010. Там были цены, можно было купить за 10 рублей за акцию, почему Газпром? Я сказала Газпром, да, Сбербанк. Акции Сбербанка. 10 рублей за акцию были котировки акций Сбербанка. Сейчас они выросли до... там их цена постоянно меняется. И выросли дивиденды. Сейчас они платят 18 рублей на акцию. 18 рублей на акцию по текущим котировкам – это примерно 7-8% дохода. 7-8% не так уж и много по текущим деньгам. Но просто обратите внимание, если вы купили бы эту акцию тогда, вы бы вложили на одну акцию 10 рублей – это ваше вложение. А сейчас вам на каждую акцию, которую вы купили по 10 рублей, приходило бы 18 рублей дивидендов. Это 180% от вложенных тогда. Это не считая роста цен акций. Не считая роста цены, еще сверху дивиденды. Поэтому я очень люблю, особенно для пенсионного портфеля, для молодых – это очень хорошая вещь – стабильные компании, у которых стабильный рынок, стабильно они выплачивают дивиденды. Поэтому я вам привожу в пример Сбербанк. Но здесь все зависит от политики компании. Например, Сбербанк, он имеет такой потенциал. А Газпром, например, особо такого потенциала не имеет, потому что у них в конечном итоге все зависит от роста цен на нефть. Вот как цена на нефть будет, такие дивиденды и будут. А цена на нефть колеблется все время в определенном диапазоне. А у Сбербанка, так как это больше теперь уже IT-компании и так далее, капитализация наращивается, наращивается. Таким образом мы получаем, что и акции в цене растут, и дивиденды растут у этой компании. Вот она прелесть – инвестирование с целью обогнать инфляцию. Вот оно, вот оно где, где собака зарыта. Почему люди инвестируют в акции? Возможность получить неограниченный доход. У акции есть минимальный порог падения, и при этом неограниченный рост вверх. Потолка нет. Возможно получить пассивный доход от дивидендов. Чувствовать себя причастным к бизнесу и управлению компанией. На самом деле есть такой момент, когда люди прям любят какую-то компанию. Я недавно рассказывала про компанию Мастер-класс, а эта компания еще не вывела свои акции. Они только-только собираются на IPO, дай бог им здоровья, и пусть все хорошо у них получится. Есть такая компания Мастер-класс, которая занимается созданием курсов для известных людей. И для меня, мне именно привлекательна идея владеть акциями такой компании, потому что я люблю их продукт. И это тоже, на самом деле, одна из причин, почему люди покупают некоторые акции. Для кого-то, например, в принципе, неприемлемо покупать акции Макдонорса, потому что это нездоровое питание, это там то есть вот третье-десятое. То есть этические моменты такие не позволяют нам владеть какими-то акциями. А какими-то другими, наоборот, мы хотим владеть, потому что они нам близки. Тоже такое имеет место быть. Какие есть риски в акциях? Цена на акции может упасть на новостях и каких-то событиях. То есть компания, в принципе, у нее растет выручка, у нее растет прибыль, все хорошо. Но если происходят какие-то негативные события, там, не знаю, санкции или еще что-нибудь, компании на это могут среагировать, котировки могут среагировать. Если фундаментально у компании все хорошо, то есть ее прибыли и выручки растут, то эти моменты новостей, я их называю, не я, а вот в принципе в инвесторском сообществе, это называется неэффективность рынка. В этот период, наоборот, нужно заходить и покупать акции. Но в этот период обычно бывает страшновато. Может долгая акция не восстанавливаться, то есть цена акции не восстанавливаться. Отмена выплаты дивидендов или присмотр дивидендной политики может тоже такое произойти. Такое бывает, это бизнес, в бизнесе происходит всякое. Идем дальше. Банкротство компании или уход с биржевых торгов. А теперь самое важное. Как эти все риски обойти? Необходимо соблюдать безопасную пропорцию на одну акцию. То есть мы не кладем все акции в одну корзину. Та самая пресловутая диверсификация. Запишите себе, пожалуйста, не знаю, большими буквами куда-то. Диверсификация. Следить за динамикой фундаментальных показателей. Финансовая отчетность. Казалось бы, сложно. На самом деле там буквально 2-3 строчки, которые нужно посмотреть, и вы сразу поймете, что с компанией происходит. Продолжение следует...